Дрифтинг – это способность автомобиля оставаться управляемым в условиях заноса. Разумеется, не все марки, представленные на рынке, имеют такую возможность. Сегодня у нас ТОП-10 лучших автомобилей для дрифта. Toyota Mark II Эта полноприводная красавица занимает почетное 10 место нашего рейтинга. По отзывам специалистов, она прекрасно держит дорогу, и никакой дрифт ей не страшен. У нее независимая пружинная подвеска, которая отлично справляется с любыми нагрузками. Коробка-автомат, разумеется, может несколько испортить впечатление. Есть у моделей несколько модификаций мотора. Идеальный вариант для дрифта – двигатель объемом 2,5 литра. Задний привод и механическая КПП. Такой вариант, если постараться, то можно найти. Toyota Suro Еще один интересный японский экземпляр. Вот уже более 10 лет ее нет в продаже, но она активно применяется любителями подрифтовать на дороге. Этому способствует высокое качество механики, которым и отличалась модель от Toyota. Toyota Alteza И здесь стоит независимая пружинная подвеска. Эта заднеприводная красавица также уже не выпускается, но до сих пор используется любителями дрифта в своих забавах. Почетная восьмая позиция в мире тому подтверждение. Нам для дрифта отлично подходит механика с мотором 2 литра, мощность которого составляет 210 лошадиных сил. Именно такая комплектация просто идеальна. Toyota Supra На седьмой строчке турнирной таблицы у нас располагается еще одна Toyota. Пятиступенчатая коробка переключения передач, задний привод и независимая пружинная подвеска делают свое дело. Качество дрифта просто на высоте. Советуем объем 3 литра с мощностью от 300 лошадиных сил. Nissan 350Z Японские дрифтовые автомобили продолжают нас радовать. На шестой позиции располагается еще одна известная марка. Этот красавец также уже не выпускается. Его потрясающая адаптированность к любой дороге просто поражала всех владельцев. Их и сейчас достаточно много. Здесь устанавливается шестиступенчатая механика, а задний привод всегда позволит вам вывести дрифт на новый уровень. Mazda RX-7 Это еще одна японская красавица с независимыми пружинными подвесками и низкой посадкой, которая отлично подойдет всем любителям дрифта. Задний привод обеспечивает приличное скольжение. Для удобства лучше всего приобрести модель с мотором 1,3 литра, мощность которого составляет не менее 260 лошадиных сил. Nissan 180SX Четвертая строчка турнирной таблицы достается этому заднеприводному красавцу с независимой пружинной подвеской. Он хорош не только в дрифте, но и в скоростных соревнованиях. Его можно увидеть на дорогах нашей страны. Очень популярен был в середине нулевых годов. Toyota AA-86 Этой красотки уже достаточно давно нет на рынке. В свое время она произвела настоящий фурор в плане дрифта. Сегодня многие гоняют на БУ экземплярах и делают с ними такие вещи, которые не снятся владельцам современных авто. Это прекрасное решение для любого любителя скольжения. Nissan Skyline Пожалуй, самый знаменитый представитель нашего рейтинга, который занимает в нем почетное второе место. Звезда Форсажа в плане дрифтинга действительно хороша. Эта ласточка с независимой подвеской и прекрасной стабилизацией на все колеса становится флагманом современного дрифта. Она оснащается самыми разнообразными моторами. Задний привод позволит вам делать на дороге все, что угодно. Nissan Silvia Лидер нашего рейтинга, который завоевал уважение во всем мире. Независимая пружинная подвеска и механика в сочетании с двухлитровым мотором сделают на любой дороге свое дело. Жаль, что ласточка уже давно не выпускается, но это не делает ее аутсайдером. Со временем понимаешь, что для скольжения еще долго не придумать что-то более совершенное. Вот эти тачки точно для дрифта. Какая тебе нравится больше? Оставляй в комментариях. И не забывай подписываться на канал.